Заявочка Недостойно Ни городов, ни шум, ни звонков Ветру открыты все четыре стороны Мачта сосны и парус облаков Пересковый куст, словно водка И далеко-далеко земля Пересковый куст, словно водка А в лодке ни везь, ни руля Из-под сырой травы желтеет ось Вешеный солнце щиплет щеки нам Ты говоришь, куда это нас сносит? Я несказанно так удивлена Пересковый куст, словно водка И далеко-далеко земля Пересковый куст, словно водка А в лодке ни везем, ни руля И дробливых слов не понимая Руки раскинув в небе пустом Все ты плывешь в синей воде мая Пересковый куст, словно водка И далеко-далеко земля Пересковый куст, словно водка А в лодке ни везем, ни руля Версты любви Их вдомы любил Вдомы любви За горизонт ушли За облака Только вот жалко вереск тот медовый Да и, пожалуй, этих мест не отыскать Вставайте, граф, рассвет уже полощется Из озерной выглянув воды И, кстати, там вчерашняя молочница Уже поднялась полная беды Она была ротка и молчалива Но ваша честь от вас не удаю Вы, несомненно, сделали счастливой Ее саму и всю ее семью Вставайте, граф, уже друзья с мультурками Коней седлают около крыльца И горожане радостными звуками Готовы вас приветствовать отца Не хмурьте ловко, коль было загрешение То будет время обо всем забыть Вставайте, мир ждет вашего решения Быть или не быть, любить или не любить Игра встает, ладонью бьет будильник Берет гантели, смотрит на дома И безнадежно лезет в холодильник А там зима, пустынная зима Он выйдет в город, вспомнит вечер та вишни Где был, что я, кто доставал питье То перекрестка встретит он товарища На остановке подождет ее Она придет и глянет мимохода Что было ночью, будто трын трава Привет, привет, хорошая погода Тебе в метро, а мне ведь на трамвай И продают у перекрестка сливы И обтекает постовых народ Шагает граф, он хочет быть счастлив И он не хочет, что наоборот Сергей Николаевич, для исполнения следующего произведения Мне нужен мужчина, извините Вам придется выполнить свой мужской долг Все готовы, так сказать Ничего не бойтесь Зрители вас любят Не пою никогда Всегда пою Всякий раз, когда нужно решить какую-то нетривиальную художественную задачу Вот тут я, значит, и из темного чулана достаю к меня Когда мы еще записываем пластинки Все там, скажем, Лидия Чебоксарова, вокалка Алексей Рассашанский вокал Евгений Быков, голос Что говорит об особом отношении к моему вокальному таланту Ну, будем пробовать Хотя, знаете, на репетицию мне ни разу хорошо не получилось Подтверждаю Генеральная репетиция совпала с премьерой у нас Мы подъехали к теплому стану Эй, водитель, да все отвернись Дорогой, я вас ждать не устану Дорогая вы, вся моя жизнь Ах, не суди себе мы, не суди Случай ходит в нас в капитан А вокруг тут тысячи судей Зажигает огни тёплый стан Па-да-па-дам, па-да-па-дам Па-да-па-дам, па-да-па-дам Па-да-па-да-па-дам, па-да-па-дам Я извону около ангелов В отдаленные очень края Я еще от предчувствия взвою Полысеешь еще от вранья Память ваших измен тень наложит На мое волевое лицо Это ж только цыгане за ножи Их мышь за рюмку и тело с сердцом Падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам Ах, друзья, меня крепко судят Но я даю телеграмму, встречай, И с посудой шатаюсь по судну, Захожу к корешам невзначай. Вы из темного, вы были края, Я по северным плавал местам. И в огне теплый стан наблюдая, И в огне теплый стан наблюдая, И в огне теплый стан наблюдая, Обнимая ваш теплый стан. Видно, нечего нам больше скрывать Всё нам вспомнится на страшном суде Эта ночь легла, как тот перевал За которым исполнение надежд Видно, прожитое, прожитое зря Но не в этом, понимаешь ли, сон Видишь, падают дожди в октябре Видишь, старый дом стоит свить лесом Мы затопим в доме печь, в доме печь На гитару позовём со стены Всё, что было, мы не станем беречь Ведь за нами все мосты сошены Все мосты, все перекрёстки дорог Все прошептанные клятвы в ночи Каждый предал всё, что мог, всё, что мог Мы немножечко о том помолчим И слуга войдётся, плывший свечой Стуклет ста мне на ветру, на ветру А как я тебя люблю горячо Это годы не за труд, не за труд Всех друзей мы соберём, соберём Мы набьём картошкой старый рюкзак Спросят люди, что за шум, что за гром Мы ответим просто так, просто так, просто Нечего нам больше скрывать Всё нам исполнится на страшном суде Эта ночь легла, как тот пивал За которым исполненье надежды Видно, прожитое, прожито зря Но не в этом, понимаешь ли, сон Видишь, падает дождь и октября Видишь, сапли дом стоит средь лесов Видно, прожитое, прожитое зря Но не в этом, понимаешь ли, сон Видишь, падает дождь и октября Видишь, сапли дом стоит средь лесов Один ответственный квартиросъёмщик Сказал женщине, не имеющей прописки На его жилплощади Дорогая, нам лучше выйти в горысь Она ему ответила Мой друг Я люблю, когда утром играет Тихая музыка А он ей сказал Иначе нас могут увидеть Соседи Наивны наши тайны Секретики старые Когда ж мы кончим врать На самом деле Где ж станция с названием Правдивые миры Но, как сказал один поэт Уж полночь близится А Германа всё нет Целый день он рисовал Под отталкивающей краской Лозунг «Спорт — это здоровье» Хотя на замахе спортивных занятий Увлекалась лишь закручиванием бигудель А он целый день доставал Зачал гостей И даже водил кого-то В кафе «Фиадо» А к вечеру добыл Два рыбных заказа Которые сменял На два билета На таганку Наивны наши тайны Секретики старые Когда ж мы кончим врать На самом деле Где ж станция с названием Правдивые миры Но, как сказал другой поэт Уж сорок близится Счастья всё нет Они созвонились поздно вечером После программы «Время» Когда бюро прогнозов На обещанном солнце А в окно было видно Как собираются дожди А ты ему сказал Милый мой У меня есть Замечательное предложение А давай мы с тобой Поженимся А он ей сказал Созвонимся Наивны наши тайны Секретики старые Когда ж мы кончим врать На самом деле Где ж станция с названием Правдивые миры Но, как сказал Один брюнет Уж рельсы кончились А станции Всё нет Аплодисменты Аплодисменты Он поздно признать Нашёл сигарет И комнату видит Сквозь сон Купною помадой На старой газете Написан её телефон И блюдце с золою Вчерашних окурков Стакан с ненабитым вином И ночи прошедшей Облезлая шкурка И микрорайон За окном И так, моя дорогая Люси Шанс на любовь свою не упусти Жить только болью Только любовью Всё остальное Такси за три пятьдесят Дорогая Люси Потом он печально И неторопливо Убрал все ночные следы И даже отмыл след Раздавленной сливы Стаканом горячей воды Потом в довершении К общим печалям Он вспомнил Жену не вначале Потом позвонили И в трубке молчали Ну он-то ведь знал, кто молчал Потом он прошёлся На фоне с закатой В парке попал в темноту Где молча держали За талии солдаты больших Учениц ПТО Где в пласти Страфик Документ В тюбетейке На скрипке играл Дебюси Где мы целовались Добой на скамейке У моя дорогая Люси Он глянул на нас Протираясь на ощупь В лесу Своей чёрной доски Решив про себя Что счастливыми В общем Бывают они Не дураки Причислив себя Неожиданно губным Он тут же воскликнул Осен Поскольку ещё Сохранился В нём юмор А значит Пропало не всё Итак, моя дорогая Люси Шанс на любовь свою не упусти Жить только волею Только любовью Всё остальное такси За руб пятьдесят Дорогая Люси Он твёрдо решил Он твёрдо решил Что начнёт В понедельник Свою настоящую жизнь В зарядках Работа При зрениях Деньгам Отсутствие Всяческой лжи Но он-то пока Пребывал в воскресенье И чувствовал Влажной спиной Эпоха непрухи Звезда невезенья Работают и выходной И так, моя дорогая Люси Шанс на любовь свою не упусти Жить только волею Только любовью Всё остальное такси За просто так Дорогая Люси Очень хочется вспомнить ещё одного одноклассника Юрия Висбора Юлия Черсановича Кима Юрий Ряшенцев про него пишет Я сюда очки надену Потому что в книжке мелко 31 страничка Я не уверен, что сам Юлик помнит эти стихи Всё-таки они написаны более полувека назад Червилый гриб Кому ты нужен? Зачем ты мною обнаружен? Зачем вообще ты рос и лес? Из кожи вон Позоря лес Жарища Лень ногами двигать В глазах рябит Виски в тисках А надо радоваться Прыгать тебя во враге отыскав Теперь мы новый гриб отыщем И вскроем Вдруг он нездоров Из-за тебя Не веришь Тыщам Нормальных Сущностей Грибов Мне кажется, что в этом стихотворении Кима Одном из первых Он уже весь как на ладони Со всем своим Парадоксальным Поэтическим способом Рассуждать И способностью Находить коллизию Где угодно Чертой Столь необходимой Для драматурга Чисто детская Раскованность Юлия Кима Всегда позволяла ему Создавать нечто такое Что первоначально Может показаться даже нелепым В самом деле Ну что это? А бабочка крылышками Бяк-бяк-бяк Однако Вот уже какое Зрительское поколение Не может забыть Эту строку из Захаровского мюзикла Роскошно спетую Андреем Мироновым Который не стал бы петь Что попало Теперь уже кажется Что никаким Другим звуком Кроме бяк-бяк И не передашь Хлопанье бабочкиных крыльев Но кто как не Юлия Ким Мог прослышать его? Вот И я стала размышлять Какую бы такую Спеть нам песню с вами Юлия Кима Которая была бы Висборгской Ну вот такой Висборгской По характеру По образному ряду Есть версии? Вот мы тоже всегда так беседуем Я замираю Нет версии Друзья мои А вот представьте себе Вот сейчас мы вам споим Песню Если вы абстрагируетесь От героя В устах которой она звучит В кино И представите себе Юрия Висбора Исполняющего эту песню Вы поймете Сразу же Вы увидите Что это абсолютно Висборовский Ряд Образный Белый парус Большие корабли Горькая самоирония И стремление К идеалу Конечно же Это оно Нет Я не плачу И не рыдаю Во все вопросы Я открыто отвечаю Что ваша жизнь игра И кто ж тому виной Что я увлекся Этой игрой Тут перед кем Мне извиняться Но предлагают Я не смею отказаться И разве мой талант И мой душевный жад Не заслужили скромные города Пусть месяц ветер Жестокий В тумане Житейских морей И леет Мой парус Такой Одинокий На фоне Остальных Королей Ну согласитесь Какая прелесть Мгновенно В яблочко Вопасть Почти не царить Орлиный взор Напол Изященный Поворот И прямо в руки Запретный плод У наслаждение Скользить по краю Замрите ангелы Смотрите Я играю Моих грехов Разбор Оставьте Доборы Вы оцените Красоту Игры Пусть Весен Ветер Жестокий В тумане Житейских Пусть Я Пусть ГОВОЙ Игры Пусть У Я поседею раньше остальных, Но я не плачу и не рдаю, Хотя не знаю, где найду, где потеряю, И очень может быть, что на свою беду Я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит ветер жестокий В тумане житейских дворей. Милеет мой парус, такой одинокий На фоне остальных кораблей. Милеет мой парус, такой одинокий На фоне остальных кораблей. Не секрет, что эпоха Висбора совпала с эпохой космоса, покорения космоса. Юрий Висбор дружил со многими космонавтами. И первая песня, прозвучавшая в космосе, это была песня Юрия Висбора. Вот каким-то образом протащили космонавты гитарку на борт. Я хочу удивляюсь, я не могу в самолет ее пронести. Они как-то сумели в ракету ее протащить. По скафанам, видимо, так. Чтобы исполнить песню Юрия Висбора, дамбайский вальс, давайте вместе ее споем. Лыжи у печки стоят, Гаснет закат за горой. Месяц кончается март, Скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хвовые дни, Горное солнце прощай, Мы всегда сохраним В сердце своем этот край. Нас провожает с тобой, Вот и красавец сердцок. Нас ожидает с тобой Малево дальних дорог. Вот и окончился круг, Помни, надейся, скучай, Снежные флаги разлук Вывесил старый дамбай. Что ж ты стоишь на тропе, Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, Нам надо меньше грустить. Снизу кричат воезда, Правда кончается март, Ранняя всходит звезда, Где-то лавины шумят. Снизу кричат воезда, Правда кончается март, Ранее всходит звезда, где-то марины шумят. И никогда у меня не ассоциировалась с героями космоса, хотя с юности ее знаю наизусть. Для меня это было открытие, что, оказывается, посвящено космонавтам. Это, кстати, недавно было с нами открытие, тоже еще одно удивительное. Мы выступали в компании разведчиков, настоящих разведчиков, знаете, таких, которые там резидентами были, арестовывали их там. И вот они нам поведали, что, оказывается, песня Пахмутова «Добронравова надежда», она изначально была посвящена разведчикам. И строчка «чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы», она звучала так, «чтоб порой из центра получать радости скупые телеграммы». Возможно, легенда, но вот разведчики считают так. Это серьезные люди. Вот, а эта песня называется «Клёч». Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной, Когда мы с тобой вернемся туда, откуда ушли давно, Когда мы прорвемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, Бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, Разлоку изъяло с груди, Бывавший в других мирах. 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 Тогда в молодые года Другие ребята за нами пойдут Дальше, чем мы с тобой А нам скалаться по-прежнему тут Что ж от гремя наш бой Если покажется путь невезуч И что на покой пора Не даст нам покоя ни память, ни ключ Бывавший в других мирах Когда мы вернемся В разум и связи с груди Мы вам вернемся Мы скажем, что все позади И может удастся нам снова Достичь рубежа неземного Который легко достигался Тогда в молодые года Когда мы вернемся На злобу изъятость груди Мы вам улыбнемся Мы скажем, что все позади И может удастся нам снова Достичь рубежа неземного Который легко достигался Тогда в молодые года Тогда в молодые года Надо сказать, что барды Нашего поколения Продолжают традицию Дружбы С тружениками космоса А у нас на концерте Не могу не сказать Присутствует Главный конструктор Российской орбитальной станции Который представлен Владимир Кожевников Давай еще раз поприветствуем И очень приятно, что у нас есть Такой замечательный постоянный зритель Сегодня Привед свою подругу Дарью Отмечать день рождения И Дарью мы тоже поздравляем Совсем недавно Если вы следите за новостями То с космодрома Восточный Впервые был произведен Старт ракеты Ангара-5 Это тяжелая ракета Которая впоследствии И будет выводить Вот эти вот гигантские Штуковины Туда На орбиту Это тоже, я считаю Огромное достижение Висбор очень дружил С Аркадием Мартыновским Который был заместителем Генерального конструктора МПО «Энергия» Долгие годы Аркадий Мартыновский Ему посвящена Одна из самых нежных И пронзительных песен Юрия Висбора В Аркашиной квартире Живут чужие люди Ни Юли, ни Аркажи Давно в тех стенах нет Там так же не сижу я С картошечкой в мундире И вовсе не Аркажи Горит на кухне свет Неужто эти годы Прошли на самом деле Пока мы разбирались Кто тёща, кто свекровь Куда же мы глядели Покуда все галдели И бойко рифмовали Слова любовь и кровь В Аркашиной квартире Бывали эти рифмы Не в виде сочинений А в виде высоты Там так же красовалась Неясным логарифмом Абстрактная картина Для общей красоты Нам это всё досталось Не в качестве нажима И был неповторимым Наш брошенный уют Ах, слава богу, братцы Что все мы вроде живы И всё, что мы имеем Уже не украдут Мы были так богаты Чужой и общей болью Наивною моралью Желанием петь, да петь Всё это оплатили Любовью мы и кровью Не дай нам Бог, ребята В дальнейшем обеднеть В Аркашиной квартире Всё ходят наши тени На кухне выпивают И горят у окна Абстрактная картина Судя переплетенье И так не справедлив Что жизнь у нас Одна Виктор Семёнович Берковский Тоже очень дружил с Аркадием Мартыновским Он очень любил рассказывать историю Про то, как однажды Мартыновский, Берковский и Висборг Решили, договорились расписать пульку Значит, пулечку, да, расписать У Виктора Семёновича Берковского дома Договорились к определенному времени А тут, как назло, в Мессисе Где работал Берковский профессором Назначили какую-то внеочередную кафедру Заседание кафедры И всё начальство собралось И было никак не убежать И он никак не успевал И на два часа он опоздал Он приходит, прибегает весь запыхавшийся И видит на своей двери записку И не звони Пригорюнился так К звонку потянулся А звонок срезан Ну, вот такой юмор был У Висбора и Мартыновского Они ему срезали звонок И написали И не звони Вот, Виктор Семёнович Берковский Написал множество песен на стихи Юрия Висбора Одну песню написал даже дважды Он её сначала написал, а потом забыл И через лет 10-15 написал снова Потому что был какой-то юмор И он стихи эти очень любил Это песня «Тихоокеанская звезда» Вы теперь к разлукам привыкайте К пулетанству телеграфных строк Вы теперь, пожалуйста, на карте Отыщите порт Владивосток Там оставим перец за кармонию В море отправляются сюда Тихо там восходит надо мною Тихоокеанская звезда Тихо там восходит надо мною Тихоокеанская звезда Вы теперь, пожалуйста, простите Все ошибки сухопутных дней Вы теперь, пожалуйста, любите Нас и поверней, и посильней Вы в комок другие звёзды спрячьте Что бы вам светило иногда Тихо восходящая над мачтой Тихоокеанская звезда На перрон Триморского вокзала Мы придём, когда наступит срок Поездать сюда лишь назад Параходы только на восток В жизни может многое случиться Но теперь сквозь все мои года Тихо будет надо мной светиться Тихоокеанская звезда Тихо будет надо мной светиться Тихоокеанская звезда Морская тема Одна из любимейших в творчестве Висбора Была у них совместная работа С Берковским и Никитиным В кинофильме «Морские ворота» Вот заглавная песня из этого фильма Тоже с пластинки Если вы хоть раз бывали в плавании покруче Если вам снились города Старо быть в отдалённой гавани Кто-то вас должен ожидать Там грустят все море грозившие Синие-пресиние глаза Девушки крепко полюбившие Тех, кто крепко любит груза Такая работа, большая вода Морские ворота проходят сюда Дорогой знакомой, дорогой прямой Дорогой из дома, дорогой домой Бегая от борюса Бегая от борюса до борюса Что штормом вроде бы прошли Ждать, когда море успокоится Нам нельзя, не за этим шли Помните, вы помните, пожалуйста Нас, пройдящее в день, по морям Там, где нас погодами не павают Там, где мы вас помним у руля Такая работа, большая вода Морские ворота проходят сюда Дорогой знакомой, дорогой прямой Дорогой из дома, дорогой домой Всё же нам в хорошие всё верится А ещё море нам дано Шарик наш потихоньку вертится В кубрики вертится кино А-а-а-а, набокшая качается Брызги долетают на каю А-а-а-а, набокая, когда-нибудь кончается Там, где мыслятные люди ждут Такая работа, большая вода Морские ворота проходят сюда Дорогой знакомой, дорогой прямой Дорогой из дома, дорогой домой Дорогой знакомой Дорогой знакомой, дорогой прямой Дорогой из дома, дорогой домой Дорогой Поём вместе Вот как будто бы сначала Начинается судьба Бой бетонного причала У последнего столба Здесь вдали остались буря Здесь земля уже близка Здесь косынку голубую Я прищурившись искам И забудутся и твари Эти несколько минут Здесь меня тогда ждали А теперь уже не ждут Белой, белой, мягкой лапой Бьются волны, а моя Я схожу себе по трапу Я схожу себе по трапу Независимый моря Но всё время призывают Отдалённые моря Все куда-то уплывают Выбирают викоря Так и мы от чих-то судим Как от пивца дошли Так от нас уходят люди Словно в море корабли До свидания, дорогие Вам ни пуха, ни пера Пусть вам встретятся другие Лишь погутные ветра Море синее сверкает Чайки белые снуют Ни на что не намекают Что-то ни на что не намекают Просто песенку поют Оркестр До свидания, дорогие Вам ни пуха, ни пера Пусть вам встретятся другие Пусть вам встретятся другие Лишь погутные ветра Море синее сверкает Море синее сверкает Море синее сверкает Чайки белые снуют Ни на что не намекают Ни на что не намекают Просто песенку поют 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 Давайте прощаться, друзья Немного уставим гитара Ее благородная тара Полна нашей боли до дна За все расплатившись сполна Расходимся мы понемногу И дальняя наша дорога Уже за спиной видна Уже за спиной видна Давайте прощаться, друзья Кто знает, представится ли случай Что без суеты в нем и ночи В глаза поглядеть не скользя Такая уж даль позвала Где истина неугасима А фальш уже невыносима Такая уж песня пришла Такая уж песня пришла Давайте прощаться, друзья Чтоб к этому не возвращаться Зовут нас к себе домочаться Чтоб вновь собралась вся семья Но даже доживно сидит Мы гоним с усмешкой осень Мадам не всего сорок восемь Нам уже двадцать один Давайте прощаться, друзья Друзья, это фальш финал Я предложила вас предупредить И ставьте ваши аплодисменты Еще немножко У нас в гостях Татьяна Висборг Танечка, спасибо, что ты к нам забрела Приятно Вроде не сказал ничего Еще так уже тебя встречают Спасибо за разогрев, Лида Я, знаете, я вообще за определенной целью здесь вышла Меня попросили, да Но Я хочу, знаете, я так посидела, послушала Вы помните в книгах, да Внизу там ссылка называется Две звездочки стоят И там, значит, кто-то что-то Вот я вместо ссылки Сейчас несколько маленьких дополнений В рассказе про, значит, дамбайский вальс Это был космонавт Александр Иванченковый Корабль был Салют-6 А гитара На этом отец всегда делал акцент Производство Московской мебельной фабрики Он всегда говорил, что ни один другой инструмент Не мог перенести перегрузки при взлете Понимаете? Значит, ссылка номер два Это песня-ключ Она была посвящена Валерию Рюмину Конкретно И при создании была следующая история Отец спросил Валерия, с которым реально дружил Это действительно один из самых Вот таких Сейчас броманс это называют Знаешь, как в кино Таких, скажем, мужских Мужской дружбы Пример И он его спросил А как тебе, что тебе помогает Так долго находиться в космосе Далее от дома Он говорит, ты знаешь, я всегда беру ключи от дома И вот это как раз послужило прообразом И, наконец, про третью историю Про Пульку и про Берковского Она закончилась очень хорошо По хэппи-эндам Со срезанным звонком Берковский знал, где они находятся Они находились у Аркадия Ильича Мартыновского И игра эта состоялась Не знаю, кто выиграл Но, во всяком случае, все закончилось хорошо И еще я сразу могу сказать Что у нас будет концерт 20-го числа в зале соборов Храм Христа Спасителя Одной из ведущих будет А, 20-го июня А, что сказала? 20-го числа А, 20-го числа При немыслимом свечении Ну, может быть, собрались люди, которые знают Когда день рождения у Юрия Висбера Значит, да, вот Значит, 20-го июня Лида будет одной из ведущих Мы еще мальчика не подобрали Но мальчика будет достойным А, 25-го, ну, вдруг, знаете Айда с нами, мы в Питере И это будет другой концерт Ну, и ведущие будет Опять угадайте, кто Да, значит И я хочу еще сказать Что вчера, Алия Вчера, во-первых, состоялась большая Я послала группу Мы постоянно на связи с Аркадем Ильичем Мартыновским Это один из ближайших друзей моего отца С 59-го года они дружат И, значит, я послала к нему группу В хорошем смысле То есть все с ним в порядке Группу киношников И они сняли 6 часов Не знаю, как он выдержал интервью И мне позвонил Братановский вечером И сказал Ну, по Висберу отработали полностью В общем, да, я согласилась Но это какой-то бесценный материал Несомненно, конечно Я его тоже жду Уже в каком-то удобном виде И еще я хочу сказать А про свой какой? Ага Ну, господи Значит, 27-го числа у меня У нас здесь Раиса Инур Будет концерт прямо в этом зале Вот Но, вы знаете, я, конечно, как Лид не спою А как Женя не сыграю точно Как Лид тоже Зато расскажешь Зато расскажу, да Но я 27 лет в прямом эфире проработала Поэтому мои дети говорят Что мама радио Я вам можно вытащить из сети Или сделать звук Потише Потише, да, так далее Еще я хочу сказать Вы знаете, человеком, с которым мы переписывались Буквально три дня назад Это дочка друга моего отца Владимира Красновского Ира Красновская Она сейчас здесь И потрясающая была с ней встреча Мы с ней собирались встретиться на Селигере Потому что будет большой фестиваль 25 лет фестивалю «Распахнутые ветра» Он детский и юношеский фестиваль И я думаю, что мы еще встретимся Правильно? А ты сейчас не уходи У меня к тебе есть еще Ну слушайте, ну сколько лет Мы это под подруги детства Видимся раз в 150 Ну последний раз лет 5 назад был Вот, ну приятно было, безумно Значит это И женщина, которая ревет Это вот как у нас была Ира Ну в хорошем смысле Я тоже готова сорваться на любой момент И наконец Знаешь, как говорят Оскар Гоусту Меня, я же забыла, что я собиралась сказать Меня постоянно в интервью Одно время спрашивали Да, всех интересует Кому посвящена песня Милая моя Солнышка, а это с ума Вот И я отбрюхивалась как могла Говорила, что 5 звезд этих солнышек Я сама лично знаю Что как бревно с Лениным Которые несли их там 150 Что кто рассказывает истории Про стюардессу там по имени Нижанна Ну неважно В общем, короче, какие-то просто полные чумы И вдруг Дмитрий Анатольевич Сухарев Это уже, кстати, давно было Лет 15, а то и 20 тому назад Он пишет произведение под названием «Висбор навсегда» Или «Висбор форева» Найдите его в интернете Не пожалеете Значит, где Висбор – существо мифологическое Абсолютно То есть, например, он помогает Хемингуэю писать книги Многие страны борются за право быть родиной Висбора Ну и так далее, так далее Там много Кстати, первая глава, которую я посмотрела Мне потом на нее просто указали И священным ужасом я, значит, как-то Это история, там написано «Младенец Висбор» У него был над ним, над колыбелькой склонилась Мама Мария и отец Иосиф Понимаете, я так глубоко не думала Прости, Господи, да Но это правда абсолютно У меня в голову не приходило никогда Заметил Дмитрий Анатольевич Обладая всякой академической хваткой И вот, он делает потрясающий мне подарок По поводу этого Я, чтобы не запутаться, я вам просто прочту И вы все поймете И с тех пор у меня есть совершенно реальная отмазка Просто опубликована Глава 19-я называется «Никогда никому» Королева Британии Елизавета II Долго просила мужа, чтобы тот представил ее Висбор С которым познакомился на автогонках под Александрией Где герцог Единборский занял почетное второе место Сразу вслед за Висбором Ну, конечно, госпешу вас покажу Наконец наступил подходящий момент «Что бы я могла сделать для вас?» Спросила восхищенная королева Висбор горько потупился «Об одном прошу, — сказал он после затянувшейся паузы «Никогда никому не рассказывайте Что, милая моя солнышко лесное, это вы, Ваше Величество» Теперь, когда меня спрашивают, я говорю «Елизавете II, все опубликовано, читайте» Все наши встречи в разломке Субтитры создавал DimaTorzok Встретишься со мною, милая моя Встретишься со мною, милая моя Встретишься со мною Где, в каких краях Встретишься со мною, милая моя Встретишься со мною, милая моя В троте в тюмарках красит кусочек огня Трубку огня ожидает, представьте меня Милая моя, солнышко лесное Где, в каких краях, встретишься со мною Милая моя, солнышко лесное Где, в каких краях, встретишься со мною Друзья мои, спасибо вам за этот прекрасный день Мы, мне кажется, провели великолепно И надо повторить Приходите ко мне на день рождения 16 июня Сюда У нас будет очередное заседание программы Споемте, друзья! Катьяна Лисбак Евгений Выков Иван Ильич Ивак Саенс Не забудьте купить книжку Ряшенцева